Добро пожаловать, милая леди! Такой громоздкой, а грациозной девушке, как вы, эксклюзивная коллекция. Вы так любезны! Подруга говорила, что в этом магазине работает какой-то вонючий хам, но вы совсем, совсем не хам. А у нас сегодня в магазине акция. Каждая примерившая туфлю получает сюрприз. Очень милая, но вы знаете, они мне, к сожалению, жмут. А это ещё что? Сюрприз! Безобразие! У меня вся нога в этой гадости! Двойной сюрприз! Я хочу видеть ваше начальство! А я хочу холодильник полной жратвы. Блин, не сработало. Я хозяйка этого магазина, и если у вас есть какие-то пожелания... Избавьтесь от него! Именно это я и собираюсь сделать. Это жестоко! Мне до пенсии осталось 23 года, 16 месяцев, 4 дня, 18 часов, 15, 14... Не паникуй, Букин, это не увольнение. Поживёшь три дня в моём загородном доме. Я на выходные уезжаю в дядю на свадьбу, а мой охранник уходит в отпуск. Не отпустите, я его не могу, так как он просился заранее, 3 года назад. А туалет и телевизор там есть? Там есть 5 туалетов, кинозал, сауна, бассейн, бильярдная и винный погреб. Кстати, холодильник с жратвой там тоже есть. Блин, всё-таки сработало. Хелупа среди леса! Уже туалета нет. Конечно, зачем туалет? Лес же кругом. Мама, тебе не кажется странным, что майор Петров попросил посидеть в засаде на особо опасных преступников нашего папы? Это как раз неудивительно. Папа же идиот, что ли. Его не жалко. А вот удивительно другое, почему эта секретная операция проводится в выходные? Да потому что в остальные дни преступники на работе, они всю неделю преступляют и только в выходные ездят на шашлыки. Правда? Спасибо, солнышко. Ты одна в ней веришь. Твоя любовь помогает мне выжить в этой неравной борьбе. Всем смертям назло. Папа, привези мне шашлычка. А зачем уже долго ждать? Если мама сделает шашлык из папы, прямо сейчас. Куда это ты собираешься свалить в одиночку? Что? То есть суперсекретную операцию по задержанию торговцев оружием ты не веришь, да? Ладно. Катя, мой босс попросила присмотреть за её загородным домом. Я еду с тобой. И мы тоже. Хорошо. У вас есть полчаса, чтобы собраться. А у меня пять минут, чтобы свалить. А это гостиная. Здесь сохранился уникальный интерьер 18 века. Единственное, что не представляет в ней сейчас культурно-исторической ценности, это пыль. Ну и мы с вами. Вся мебель антикварная, из деревьев, ценных пород. Картины, разумеется, подлинники. Да ладно же, вот это вот тоже что ли? Можете не сомневаться, её копия, кстати, находится в Лувре. Терпеть не могу музея, но парников так и быть потерплю. Не надо, не надо, не стоит бросать сумку на ковёр. Он персидский. Ручной работы соткан из шерсти трёх верблюдов-альбиносов пятнадцатью девственницами. А-то я понял. Пока Бру не ходить, на картины не смотреть, в туалете смывать. Весь дом в вашем распоряжении. Единственное, что к приезду хозяев всё должно быть в целости и сохранности. Ну а если что-нибудь сломается, ну случайно от старости. Будете отрабатывать. Я двадцать лет назад поцарапал туалетный столик канделябром. Осталось отрабатывать десять лет. Так что на вашем месте я бы надел перчатки. Или хотя бы постриг ногти. Да ладно, я не собираюсь ничего трогать. Ну кроме пульта от телека. Да, репач. Ну ладно, пульт от телека и холодильник. А кто это, кстати, сказал? Этому попугаю триста лет. За это время он выучил много всяких глупостей. Не обращайте внимания. Кто с рабочими на стачку, тот получит водокачку. Да вот видите, это полная чушь. Старый крыльян. На этот раз в точку. И последнее. Если возникнут сложности, посмотрите в эту книгу. Спасибо. Я захватил с собой журнальчики. Здорово, Данила! Чё? Ночуешь на работе? Жвачка в замочной скважине? Ну это точно толстухи. Но больше-то некому. Ну ничего, посидишь до завтра. Что? Суббота? Ну до понедельника. А у меня полный кайф. Наслаждаюсь тишиной и одиночеством. Я же говорила, пилочка для ногтей лучше любой отмытьки. Ой, подожди, у меня галлюцинации, я позже перезвоню. Это дорогой персидский ковер, его нельзя пачкать кровью. Не переживай, Гена, я собираюсь тебя задушить. Папочка! Да, а как вы меня нашли? Читал сказку про мальчика с пальчиком? Да. Ну вот, мы шли по гайкам, которые сыплись из твоей пятёрки. Слушайте, а эти преступники нормально живут? Ой, смотрите, картинки везде мы развесли. Ой, мебель у них тут антипригарная. Дети и вы как хотите, а я собираюсь оторваться по полной. У меня сто лет не было отпуска. Да у тебя его никогда не было, потому что в отпуск ходит только тот, кто работает. И ничего тут не трогайте! Да у тебя! Субтитры сделал DimaTorzok Что это было? Я её даже пальцем не тронул. Да тут вообще таких полно. Возьму этот палец, которым ты её даже не тронул, и сломаю тебя. Его у тебя их тоже полно. Ой, Гена, что ты как маленький? Ну, он закопает осколки в горшок с цветком. Хозяева подумают, что ты её просто украл. Я видел клей. Может, удастся её починить. Заодно поищу баллон с парализующим газом. Посуда же бьётся к счастью. Ура! У нас будет счастье! Не будет, это не посуда. А вот теперь посуда! Вот теперь у папы точно будет счастье. Я думаю, она стоила целое состояние. Пястрый, пястрый! Вот и я, брату! А кто это? Светка, кажется, я нашёл тебя собрата по разуму. У него тоже птичьи мозги. Заткнись, придурок. Там в коридоре я только что видел статую без рук, признавайтесь. Это вы сделали. Ой, да ладно, пап, не парься. Скажем, что так было уже тысячу лет назад. Пошли вон отсюда. Идите, ныряйте на дно бассейна и сидите там, пока я не разрешу вам всплывать. Гена, мы и так уже собирались уходить. Ой, тебе так идёт и спарина на лбу, и дёргающийся глаз. Дети, вы со мной? Ага, пора проверить местную столовую. Птичка, а мы идём отбирать еду у богатых хозяев. Ты подержишь с нами. Ура, я Робин Гуд! Не удяшайте, сколько ни к чему гонит все лукси. Не ждал меня, мой сладкий? Катя! Называй меня просто богиня секса. Ты же уехал на свадьбу к дяде. Она долго репетировала. Я влит. Фух, да, с нормальными продуктами тут напряжёнка. Ни чипсов, ни чебуреков. Ага, одни только фрукты, овощи, морепродукты. Но в целом ужин удался. Смотрите, 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 я научилась говорить на птичьем языке. Так, привет, красавчик! Привет, сокровище! Вы слышали? Я ему сказала, что он мне нравится, а он ответил, что расскажет, где в доме спрятаны сокровища. А замуж он тебя не звал? По-моему, вы идеальная пара. Хе-хе, ага. А что, он правда очень милый. Только сначала узнаем, где спрятан клад. Говори, где сокровища? Держи курс на планету Медуза. Слышали? Надо идти за Медузой. Так, ну и где ж тут Медуза? Неужели непонятно? Вон море, в нём полно Медуз. Точно, а ты не дурак. Так, Медуза-Горгона. Всё ещё проще, чем я думала. Надо идти за кораблём. Ай! Светочка, может, не стоит воспринимать всё так буквально? Не мешай, мам. В жизни не видела ничего круче. Верной дорогой идёте, товарищи. Фух. Иди ко мне, удали мой везунный голод. Да-да-да-да-да-да-да. Я тоже проголодался. Сейчас быстренько мотанусь на кухню. Тебе не скрыться от меня. Моя жажда не знает предела. Я не понял. Вы есть, хотите, или пить? Не строй себе, дурака. Я хочу тебя. Я не помню, говорил я тебе или нет, но я не одобряю служебные романы. Я женатый человек. Да, что будет, если наш раз с тобой засдухать? Ты не представляешь. Она сущий демон. Понял? Представляешь. Открыть нас мало вреда. Ой, какая жалость. Может, мы туда перенесём на следующий раз? Потерпи до ночи. Помолаками кусочек. Я рад, как только подниму. Нет, только не на ковре. Он же протрётся. Нет, нет, нет. Это был всего лишь сон. Вернусь, когда пробьёт полночь. А она нифига не золушка. Значит, не сон. Екатерина Поликарповна Швабрамович. 1702 год. Походу, у меня проблемы, и не только с головой. А на случай проблем, тот дракон недоделанный какую-то книгу давал. Среди демонов женщин самым коварным и опасным считается сукуб. О, как. Она является по ночам к мужчинам, чтобы соблазнить их и поглотить их мужскую силу. Горе тому, кто не устоит перед её сексуальным напором, сукуб не остановится, пока не выпьет всю мужскую энергию до конца. Нифига себе. Заодно узнал, на ком женат. Здесь висел этот дурацкий ключ. За ночь мы обшарили весь дом, взломали три двери, разбили пять шкатулок и вернулись опять туда, откуда начали. Поздравляю! Свет, ну в самом деле, с чего ты взяла, что этот ключ от сундука с сокровищами? Может быть, он запирал замок какой-нибудь ерунды? Ну, поясы верности, например. Может, я просто неправильно что-нибудь перевела. Я всё-таки недавно же знаю птичий язык, а? Дорогушек, где бриллианты? За тридевять земель в тридесятом царстве. О, он сказал, что мы уже почти пришли. Значит так, переведи ему, если он скажет нам, где клад, то я куплю ему сам. Гнездо упора, вторая дверь справа. Ура! Сработало! Чеснок против вампиров. Серебряные пули это отоборотни, а вот это всё в самый раз против озабоченной прабабки босса. Так, нужна ещё какая-то книга, ну чтоб вслух читать. О, пиковая дама. Не, не катит. Наверняка они подружки. Любовная лирика. О, нет. Это вроде как приманка. Ну что же, вот если справочник начинающей домохозяйки. Ну, хотя да, чтобы это отпугнуло. Может, и против Кати сработает, а? Так. Первый раз встречаю женщину, которая не опаздывает на свидание. Скорее всего, последний. А пойдёмся без прелюдий? Ага. Ах ты, негодяй! Что? Не нравится? А я тебе сейчас ещё и книжку почитаю. Вот. Чтобы отстирать грязь на воротничке, замочите его на 10 минут в мыльном растворе. Я с тебя самого мыло сделаю. При сильном загрязнении воспользуйтесь щёткой. Негодяй, ты не знаешь, с кем связался. Да я с тебя, я с тебя таракан сделаю, потом раздавлю. Вот, запомните, тараканы заводятся у нечистоплотных хозяев. Ладно, давай по-хорошему. Ты меня опускаешь и остаёшься живой. Сидеешь только наполовину. Гена! Я с тобой разговариваю. Гена! Прежде чем воткнуть кол в сердце, убедитесь, что он аккуратно заточен. Да что, чего это? Я про утку на вертеле. Ах ты, негодяй! Да я когда до тебя доберусь, я сберусь с тебя вместе с одеждой кожу. Вот. Чтобы удалить загрязнение шерстяного ковра, капните на губку для мытья несколько капель уксуса. Ни один мужчина, ни при моей жизни, ни после неё не вынуждал меня чистить ковёр. Кукарекал! Всё, докукарекался. Сейчас ты узнаешь, на что способна женщина, если вместо секса она вынуждена заниматься уборкой. Это что, гробы, что ли? Это же фамильный склеп. Здесь упокоены многие поколения этой семьи. Офигеть! Я думала, здесь только мертвецы, а здесь ещё хуже, упакованные колени. Так, не будем тебя тюремя. Ромка, давай, ты проверяешь гробы справа налево. Светочка, ты от этого маленького гробика вот до этого. Зачем? Говоруша и так знает, где клад. Говоруша, А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропала. Что осталось на трубе? Обманули дурака на четыре кулака. Да я тебя и двумя кулаками прибью, Сусанин поганый. Да, сам ты, Сусами! Говоруша сказал, что сокровище в четвёртом гробу. В четвёртом откуда? Бедность не порог. От порога. Раз, два, три, четыре. Вот это красота! Ой! Ого! Да-да, кричи. Ого! А-а-а! 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 Мои бриллианты! Я их у мужа два года попрошу, и пришлось имени заложить. А-а-а! А-а-а! Кто-то пробрался в мой склеп. Кто они, ты знаешь? А-а-а! 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 Воры! Ну, сейчас я им покажу зловещих мертвецов. А-а-а! Ну, что за ночь такая? Из секса не драгоценности ещё и ковёр почистила. А-а-а! 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 Вы видели? К дому подъехала машина. Надо спрятать драгоценности. Вон туда, в вазу. А-а-а! 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 Кто ты идёт? А-а-а! Скорее прячемся! А-а-а! 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 М-м, Букин! Я смотрю, ты тут уже освоился? А-а-а! Не подходи ко мне, а! Из этой дьявольской отроди. Ты что, всё это время провёл в винном погребе? А ну-ка, да к ней... Не подходи! Я натравлю на тебя петуха. У меня есть одна знакомая курица. А, ты заснул, тебе приснился кошмар, и ты сошёл с ума. У нас такое часто с гостями бывает. Валерианка в аптечке, на, держи. Это прах моего дяди. Не пережил первую брачную ночь. Так романтично умереть от секса. А-а-а! Ну, некоторых мужчин это пугает. Кстати, где-то такая красивая китайская ваза. А, ладно. Будет, будет, это. Держи. Бедный дядюшка завещал развеять свой прах над океаном. Пойду одену траурное платье. Оно мне так к лицу. Катастрофа, всё обернулось прахом. А-а-а! Удивительный случай произошёл на днях с филиппинским студентом. Он отправился в открытое море, чтобы свести счёты с жизнью. Не в силах перенести страдания неразделённой любви. Как вдруг сверху из пролетающего самолёта на него посыпались бриллиантовые украшения общей стоимостью 15 миллионов долларов. В интервью он заявил, что часть этих денег он потратит на свадьбу, так как девушка неожиданно дала согласие. Трудно сдержать слёзы умиления при виде этой счастливой пары. Да что ж такое? Один раз за 10 лет взял отпуск. И что? Полный бардак. Ковёр загадили, украшения спёрли. Попугая выпустили. И я его еле обратно в клетку засунул. Да его не в клетку, его в суп надо было засунуть. Весь кайф мне сломал. Ну вот опять. Гер. 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 Гер.